И швец, и жнец, и на дуде игрец эту поговорку часто используют для описания современных слэш-карьеры. Если коротко, то слэшеры — это люди, которые совмещают сразу несколько профессий. Можно ли добиться успеха в двух или более карьерах одновременно, или лучше сконцентрироваться на чем-то одном? Сегодня попытаемся разобраться. Мы благодарим видеоплатформу «Смотри мейл» и соц. сеть ВКонтакте за поддержку прямой трансляции. Это ток-шоу «Индустриальные среды». Меня зовут Лёля Елизаренко. Поехали! Почти каждый в детстве сомневался, когда думал о выборе будущей профессии. Хотелось стать учителем, потом врачом, ученым, художником, юристом и даже продавцом. Приходилось выбирать что-то одно. Но информационные технологии, взявшие низкий старт на рубеже веков, сейчас несутся во весь опор, позволяя активным людям получать нужное знание и в то же время делиться ими. Если ты выучился на экономиста, что мешает пройти онлайн-курсы и освоить, скажем, дизайн, о котором мечтал в детстве? А затем успешно совмещать две специальности. Слэшер. По-английски «мастер на все руки». Так в наши дни называют человека, который владеет несколькими специальностями. Изобретатель. Вот лучший пример слэшера в технической сфере. Человек, владеющий фундаментальными инженерными знаниями, может применять их в совершенно разных областях. Сегодня он усовершенствует корпус корабля, а завтра – газонокосилку. Хотя, конечно, эффективнее всего совмещать занятия из гуманитарной сферы. Юлия Хамитова, 35 лет. Окончила Уфимское училище искусств. Специальность – педагог музыкальных дисциплин. Затем получила актерское образование, но на этом не остановилась. Сегодня Юлия – педагог, продюсер, режиссер-постановщик, актриса и журналист. Все эти занятия дополняют друг друга и дают вдохновение. Поколение слэшеров и быть человеком слэшеров – это некая философия. И это не напряжение, здесь не про негатив, здесь про то, насколько смена профессии позволяет тебе посмотреть по-новому на свою профессию действующую. Посмотреть иначе на то, что происходит за кадром. Фильмография Юлии сейчас насчитывает более 10 ролей. Она сыграла героиню Наташу в короткометражном фильме Ильи Шерстобитова «Шаги». Помимо этого, она принимала участие в таких сериалах, как «Практика» на Первом канале и «Рая знает» на «России 1». В роли продюсера Юлия выступила в фильме «Нуартье» вместе с коллегой, актрисой и режиссером Евгением Щербаковой. Юлия выходит не только на гиноплощадку, но и на сцену. Она – актриса Театра наций, где приняла участие в постановках «Триумф любви», «Письма к Фелиции» и других спектаклях. Юлия не собирается останавливаться на достигнутом. Она активно продолжает работать, а вместе с тем передавать свой опыт подрастающему поколению. Юлия – настоящий слэшер. Сегодня у нас в студии Юлия Хамитова. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде всего, я хочу вас поздравить. У вас недавно была премьера фильма «Конференция». Да. Расскажите, пожалуйста, коротко об этом фильме. Какие функции вы вообще выполняли? У нас, пользуясь моментом, как раз таки фильм «Спасибо за поздравление» выходит завтра в широкий прокат. Режиссер Иван Твердовский и продюсеры Костя Фам и Катя Михайлова создали поистине потрясающий фильм. Это глубокий, точный, честный и необходимый нашему обществу фильм, который не просто отвечает на вопросы тех сложных событий, исторических и трагических, но и, мне кажется, вопреки обстоятельствам, которые описываются в этом фильме, многие из зрителей найдут какие-то ответы на свои внутренние вопросы. Поэтому приглашаю всех с завтрашнего дня в прокат, выходит фильм «Конференция». Я там сыграла небольшую роль. Это знакомая главной героиней, которую исполняет Ксюша Зуева. Даже такое, скажем так, как Катя говорит, это не маленькая роль, это вклад. И когда вот у нас была «Шапка», а фильм сняли очень быстро, я испытала такое чувство тепла внутри этой команды, потому что там очень было много волонтеров. Мы действительно снимали в сложных обстоятельствах, и поэтому, конечно, фильм, каждый вклад в этот фильм, мне кажется, он очень ценен, каждый из нас. Прекрасно. А над каким-то проектом сейчас еще работаете? Сейчас я закончила как актриса участие в веб-сериале «Ты ж мать». Это восьмисерийный фильм, который выйдет на онлайн-платформах. Там я играю мать двоих детей. И это хоккейная мама, которая сталкивается с определенными, скажем так, правилами и вопросами, успешно справляется. Также сейчас у меня в разработке веб-сериал, где я играю одну из главных ролей, выступаю продюсером. Это проект «Реальная царевна». Мы сняли пилот, сейчас попытаемся активно заинтересовать больших игроков. В частности, ведем уже диалоги. И сегодня мне пришел на e-mail еще один сценарий короткого метра, меня просит выступить продюсером. И да, какие-то вопросы есть. К сожалению, в этом году в ноябре не состоится неделя российского кино в Великобритании. У нас в этом году, скажем так, должно было бы быть пятилетие, но мой руководитель Филипп Иркон принял, на мой взгляд, очень точное и правильное решение провести, отменить и перенести на следующий год, потому что пятилетие — это такая красивая дата. И, конечно, хочется ответственно отнестись к этому. Там я как раз-таки занимаюсь помимо… Два года я занималась отбором коротких метров, короткометражных программ. То есть я занималась программой два последних года, я куратор программы для актеров «Кастинг Бридж». Это интернациональная платформа для актеров, русскоговорящих со всего мира. У нас в том году участвовало более 50 актеров со всей России. Да, не только России, но и стран Европы приезжали. Ну, я желаю вам успеха в ваших проектах. Спасибо. И все-таки главный вопрос, который нас интересует, почему вы решили выбрать слэш-карьеру? Как так получилось? Мне кажется, это время диктует нам, обстоятельства диктует. Я не так давно у Тсины Кандалаки видела в сторис, опрос. Ей задали вопрос, почему сейчас очень много разводов. Вот так вот. Был такой вопрос. Вот так отскучу. Неожиданный поворот. И там она сказала очень любопытную вещь. Мы живем совсем в другое время. Если раньше нам хватало одной жизни для одной семьи, сейчас нам не хватает целой жизни, целого века для того, чтобы мы быстро идем. Время другое. Знаете, это как не выложил сторис сегодня, завтра уже не актуально. Да, поэтому вот, собственно, я ответ. И здесь не про то, что я бегу куда-то, хочу испытать это или это. Просто возникает, наша творческая специальность, она такая, что возникают какие-то проекты на паузе, и тебе нужно идти дальше. Я знаю очень много своих коллег, которые в ситуации даже сейчас, непростой ковидной истории, находятся в периоде ожидания. И многие из них пошли на какое-то дополнительное образование, стали изучать СММ, стали изучать фотографии, монтаж и так далее. Людям все равно, наверное, это нужда какая-то, именно не загружать себя, чтобы заполнить какую-то пустоту, а наоборот идти дальше, потому что мы же знаем, только движение дает нам еще больше движения. Ну плюс я еще закладываю в этой миссии, скажем так, вдохновение. Помимо того, что смена деятельности дает колоссальное вдохновение, оно дает как силу, так и контакты. Просто ты понимаешь, что ты сегодня поработал продюсером, у тебя уже на других уровнях идет идеология и так далее. Ну да, безусловно. Вот у нас сегодня в зале сидят зрители, и некоторые из них считают себя слэшерами, а другая часть планирует ими стать, но вот не знает, с чего начать. И я думаю, что у ребят к вам есть вопросы, и я предлагаю, давайте, у кого есть вопросы, давайте вы зададите Юле, она даст ответы. Здравствуйте, меня зовут Майя, и меня интересует, с какими минусами сталкивается человек, который выбрал путь слэш-карьеры, и к чему стоит быть готовым, когда ты становишься на этот сложный и непростой путь? Последствия вот какие-то? Наверное, надо научиться в первую очередь. Готовы мы никогда не будем, да? Учитывая, в какой ситуации мы в мире живем, мы никогда не будем готовы. Пока должна быть на пульсе. Да, но быть готовыми, и это действительно важная вещь, то есть быть с готовым портфолио, с которыми навыками, да, скиллсы, чтобы развивать их постоянно, плюс, наверное, быть, сейчас будет нотка негатива, быть готовыми, вот знаете, в бизнесе есть такое понятие работа с возражением, то есть когда вам говорят нет, вот просто подумайте себе... Критики. Даже не критика, критика это хорошо, я, например, люблю критику, для меня это пища для ума, то есть я не загоняю себя в какие-то чертоги разума, я просто конструктивно подхожу к этой критике, иногда у меня есть своя фокус-группа, куда я звоню, говорю, как ты думаешь, это тумачили, все-таки стоит прислушаться, да, то есть у меня такая фокус-группа, например, моя семья, мама, мои коллеги, мнению, которому я доверяю, работа с возражением, именно когда вы получаете нет, что я имею в виду, когда вы получаете нет, то есть дверь закрыта, вот просто надо научиться на эмоциональном уровне правильно давать оценку, потому что если, когда я переехала в Москву уже с красным дипломом, с театрального вуза, я думала, ну все, сейчас все будут двери открыты, а это был 2008 год, первая волна кризиса экономического, и понятное дело, что все двери на Москве были закрыты просто, на мое счастье, я дебютировала в Театре нации, вот 6 лет работала, сыграла там два спектакля, конечно, я не думала критично, что вот чем зарабатывать, чем оплачивать себе жизнь и так далее, но я сконцентрировалась в тот момент на театре, и кино у меня ушло вот прям вот, я считаю, что я только сейчас начинаю актерский кинопуть, а тогда я просто сходила на одну рекламу, на вторую, на третью, и как-то закрываются, закрываются, закрываются двери, и я как-то больше не стучалась, то есть я не, я не, ну дело не в том, что надо взять топор, встречать, скрывать их, нет, просто я подумала, ну ладно, я здесь не нужна, ну условно, и как-то вот настроение падает и падает, падает, мне кажется, если бы я тогда эмоционально была готова к этому возражению, я бы, мне кажется, раньше начала актерский кинопуть, и может быть, у меня сложилась бы карьера по-другому. Ну, нужно быть готовым к возражению. Следующий вопрос, давайте. Можно у меня? Да, конечно, Сережа. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Сергей. У меня вот такой вопрос. Как правильно указать в резюме, что я слэшер? Ну, чтобы не показаться работодателем, человеком, который просто распаляется и ничего не умеет, по сути. Здесь есть такая хитрость. Здесь важно для себя пройти такой некий анализ и точно сформулировать свое социальное позиционирование. Что я имею в виду? Когда у меня появился актерский агент Любавра Зумовской, который я обожаю и люблю работать, в какой-то момент между съемками или там в ожидании, между пробами, скажем так, ко мне я уже ушла в эвент-индустрию и стала там и сценарий писать, и режиссером-постановщиком уже стала работать, потому что хорошая, стабильная, высокооплачиваемая работа, которую я тоже люблю. Я стала на радостях, посмотрите, постить в Фейсбуке, там, вот я там с гарнитуры, я на пульте стою, я такая классная, я такую церемонию отвела, 5000 зрителей, и я в лайф-режиме все это справилась. А это же еще адреналин, мне кажется, я здесь тоже компенсировала вот этот актерский недостаток, вот этого куража, и мне очень нравится работать на пульте, и бэкстейдж очень нравится. И я стала постить, вот, отвечая на вопрос, да, про резюме, потому что в Фейсбук для многих сейчас есть резюме. И в какой-то момент мне Любовя позвонила и сказала, Юля, можно вас попросить, ну вот как бы мы сейчас идем активно в индустрию актерскую вашей деятельности, давайте мы будем, ну вот как-то меньше показывать, что вы еще занимаетесь, потому что я отправляю вас на проект, мне звонит продюсер, говорит, какая же она актриса, она же вот в Эвенте уже давно. То есть надо постараться не вводить в заблуждение ваших потенциальных работодателей, партнеров в то, что вы не хотите вводить. Например, если вы хотите работать, вы работаете продюсером, но в то же время работаете фотографом, как моя подруга сейчас, вдруг, да, кардинально разные вещи. Но надо точно понимать, если вот вы встречаетесь где-то на нетворкинге, в каком-то, скажем так, неофициальном приеме, скажем так, нужно точно знать, если вы подходите к продюсеру, вот если я подхожу к продюсеру, я не скажу, что я работаю на Эвенте или снимаю рекламу, или работаю с детьми. Да. Потому что в какой-то момент у меня было 4 специальности. Я работала 5-2 корреспондентом на русской службе новостей, в выходные я работала педагогом актерского мастерства музыкальной, в школе мюзикла. Утром я ехала на репетиции «Прикасаемые», мы тогда только запускались, и для меня это был шанс снова вернуться в любимый театр нации, а вечером я еще умудрялась бегать на пробы кино. Я работала без выходных, но я точно понимала, что это мне надо. Вы очень правильно сказали, не вводить за влуждение. Давайте следующий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Лиза. Спасибо большое за приглашение на конференцию, на этот фильм, обязательно скажу. Еще интересно, что в театре нации есть спектакль иранской конференции. Ну это разные события, да, это я знаю. Вопрос у меня такой. Многие полагают, что на Западе, в отличие от России, профессия слэшера – это обычное дело. Вот такое на вас, какое ваше мнение на этот счет? Да, действительно, в Америке, если я не ошибаюсь, педагог не занимает должность педагога больше, дольше пяти лет, потому что считается, что у них, скажем так, происходит профессиональное выгорание и так далее. Здесь важно отмечать, что, например, мы не идем в область медицины, в том плане, что это совсем… Ну или там любые другие точные науки, я сейчас не буду за эту область отвечать, потому что понятно, что если медики будут вот так вот, как мы, жонглировать профессиями, мне кажется, медицина совсем уйдет, не дай бог. Это касается, конечно, близких специальностей, да, или тех, например… Я знаю случаи, когда пожарник, это, по-моему, в Челябинске мне случай рассказывали, он по выходным работает фотографом. Как получилось? Сначала он начал брать камеру с собой, чтобы снимать, ну, какие-то репортажные вещи, а потом ему так понравилось, что он в выходные дни начал фотографировать уже на заказ, то есть портреты, репортажные съемки на свадьбу, то есть… А его настоящая специальность – пожарник. То есть если у вас есть специальность, которая дает доход, но есть специальность, которая не просто как хобби, а тоже дает доход, почему бы не заниматься в какой-то момент больше этим, больше этим. Что касается… Вот почему я привела пример с педагогами, я, честно, отработала 8 лет с детьми, и это очень сложно, потому что нужно всех любить, а я очень люблю детей, и еще нужно любить и родителей, и вот этот момент, когда ты супер… Я уже просто поняла в какой-то момент, что я в компании своих друзей или там где-то на светском мероприятии, я была такой аниматор, я со стороны себя увидела, боже мой, Юля, ты превращаешься в аниматора, потому что вот этот профессиональный выгорание, вот этот профессиональный отпечаток, он уже накладывается на мою личность. И в этом плане это как бы нужно просто там… Я сейчас отношусь вот к этому слэшеру, скажем так, как к некому бизнес-плану, то есть вниз Excel, я понимаю. Так, этот год я акцентирую на этом, этот год я акцентирую на этом пути, этот год я развиваюсь в этом ключе. И мне кажется… Зато, когда я появляюсь на площадке, есть дети, например, да, я могу подойти к режиссеру и сказать, а давайте я с ними поработаю как коуч, сейчас мы всё сделаем, потому что с детьми тоже нужно работать и совсем другое. Давайте следующий вопрос. Здравствуйте, Юлия, меня зовут Инесса. Очень часто люди боятся пробоваться в каких-то новых специальностях, помимо своей основной. Как побороть вообще этот страх? Наверное, найти людей, которые вдохновляют, и на их примере понимать, что это не страшно. Например, когда я стала вообще изучать эту тему поколения слэшеров, я стала… У меня есть идея там сделать тоже большое интервью с людьми, которые многого добились. Например, если посмотреть на Юлию Высоцкую, которая успешная актриса, принимающая участие в больших фильмах, которые показывают на Менецианском кинофестивале, и в то же время она ведущая кулинарного шоу, и таких примеров можно набрать. Мне кажется, что такие примеры вдохновляют. Нам действительно очень… Я не скажу, что скучно, но как только Вы почувствуете, что Вам это надо, Вы хотите, мне кажется, страха не будет. Это вот в этом я уверена. Ну, то есть внутри Вы себе там ничего не сказали? Так, всё, не бойся, попробуй. Нет, я просто… Вот тот сложный год, это был 2015, когда у меня 4 специальности параллельно было, я просто начертила на А4 листочки, распределила вот так вот. Я актриса, я продюсер, я журналист, я педагог. И я просто поставила себе один, два, три, четыре. Когда ко мне входили, входящие запросы были, Юля, мы ищем педагога, классные условия, такая большая зарплата. В общем, мы тебя хотим. Я смотрела, открывала свой ежедневник и сама себе говорила, так, посмотри, на каком месте у тебя сейчас это, четвёртым. До свидания. Ну, это какая-то рабочая схема, я себе на завиточку обязательно возьму. Давайте следующий вопрос. У меня был только один страх, переходить на пятидневку. Когда я пошла журналистом, я думала, а справлюсь ли я? Это же 5-2, это очень сложно. Но я опять-таки взяла листочек, плюсы, минусы, выписала, всё, посмотрела, проанализировала. Можно попробовать? Здравствуйте, Лиза, у меня тоже вопрос. Как эффективнее развиваться в двух или более профессиях? Ну, вот, наверное, как-то провести какой-то анализ, понять, понятно, что без финансовой какой-то уверенности сложно менять на корню вот эту всю специальность. Да, то есть я не хочу сказать, бросайте сейчас профессию, идите вот туда, куда вас зовёт сердце, где вы чувствуете свой творческий потенциал и так далее. Нет, конечно, мы понимаем, что мы сейчас от многого зависим, да, не только даже от финансов, а вообще от ковидной истории. Конечно, нужно просто очень чётко прописать себе, что вы хотите. То есть у меня был период, когда я говорила, Юля, посиди, это же зато стабильный доход. Не выпендривайся. Так, ну, давайте следующий вопрос. Здравствуйте, я Катя. Подскажите, чем отличается обычная работа и дополнительное хобби от слэш-карьеры? Вот, да, как-то они перекликаются с хобби, у него тоже интересно. Вот, да, есть такой момент, что вот даже на примере пожарника, пожарника, сотрудника пожарной службы, вот мы когда говорили, что и как, ну, то есть как бы, смотрите, когда вы работаете в коллективе, там же ещё что происходит, каждый коллектив, это как семья, да, вам это предстоит ещё, вы только сейчас учитесь, а вот когда пойдёте в компании работать, вы будете… Вот я пришла на радио, думала, что я приду на три месяца, что вот, ну, вот сейчас лето, июнь, июль, август, я вот сейчас попробую тут, а потом как бы, я знаю, что мои коллеги сейчас будут смотреть, я каждый раз говорю спасибо коллегам, что меня воспитали, что меня Олег, который замглавного редактора, почти кидал в меня вот так вот листы, и говорил, что один из этих ошибок, что это? Я не могла сказать, ну, вообще-то, я актриса, я знала, что это, ну, недопустимый, потому что он скажет, дверь там, вот, но я к тому, что я вот пришла, я думаю, что это будет временно, но нет ничего постоянного, чем… нет ничего постоянного, чем временное, поэтому, конечно, опять-таки, провести анализ, как я сказала, понять, к чему вы готовы, может быть, это какой-то эксперимент, может быть, вы просто дадите себе время, знаете, как дедлайн, очень хорошая вещь – это научиться работать дедлайном, вы просто ставите себе дедлайн и говорите, вот я сейчас, попробую-ка я сейчас вот здесь, не бросайте основную профессию, просто пойдите, если вам нравится фэшн, зарегистрируйте себя на волонтерской службе, там, на неделе российской моды, очень, даже на сайте висит анкета для волонтеров, сходите туда, посмотрите, ну, пробовать, пробовать, нравится, вдохновляет, может быть, вы себя некомфортно чувствуете, может быть, вы больше привыкли, не знаю, быть лидером, и вы точно поймёте, что не договоритесь с собой внутри, что вот 10 надо там как-то себя присобрать, и вот есть руководитель, надо его слушаться и так далее. Ну, слушать себя, самый главный, наверное. Слушать себя, очень правильный совет, давайте дальше. Здравствуйте, меня зовут Алиса, и я хотела бы узнать, не кажется ли вам, что, выбирая вашу карьеру, человек теряет качество своей первой профессии? Ну, как бы, не даром же говорят, что у вас погодишься в меня, знаете, и мне не надо будет. Ну, вот влияние какое. Ну, смотрите, есть такой риск, конечно, безусловно, риск есть, потому что индустрия очень быстро меняется. Если я сейчас пойду вернусь в журналистику, я думаю, что там за три года, что вот я уже не работаю на радио, поменялись какие-то механизмы, да, появились новые урти, появились другие задачи, приоритеты и так далее. Но если вам вы захотите вернуться, я убеждена, вы очень быстро вернётесь в строй. То есть здесь одно дело начинать с нуля, а другое дело вспоминать. Хотя, конечно, говорят, что сложнее уходить, чем возвращаться. Ну, а как-то одна профессия влияет на другую, вот когда ты совмещаешь две, когда ты слэшер? Могу сказать, что влияет. То есть что-то такое есть. Ну, вот, например, в частности, журналистика, чему мне больше научила, и что я сейчас использую в продюсировании, это грамотно писать письма. Вот это вот точно. Мне вот звонят мои коллеги и говорят, Юль, пожалуйста, помоги составить письмо. Ну, вот казалось, составь письмо, ну, это же просто там буквы, предложения, запятые, есть форма. Я даже не про оформление, а про умение подобрать правильные слова. Те, которые зацепят. Потому что моя цель, если встреча с потенциальным инвестором, то я должна научиться писать такое письмо, сформировать его таким образом, чтобы человек, который прочтет, точно заинтересовался. Спасибо. У нас еще один вопрос. Здравствуйте, Юлия. Меня зовут Аня. И я бы хотела задать такой вопрос. Наверное, тот, ради которого мы все-таки здесь сегодня собрались. Скажите, пожалуйста, все-таки, чтобы добиться успеха, нужно сконцентрироваться на одной какой-то профессии? Или можно добиться успеха в двух и более профессиях вот такого серьезного успеха? Мне кажется, что можно добиться успеха. Я понимаю, что это может быть звучит несколько нестандартно, но я повторюсь, мы живем совсем другое время. Нет того, это все, забудьте. Сейчас, несмотря на то, что я сейчас сижу в вузе и с большим уважением отношусь и к педагогам, и к вам, и вообще к системе образования, но по факту, по факту, сегодня получить профессию можно без диплома. Только опыт, только навык, только ваша целеустремленность, только ваше желание это сделать. Потому что, поверьте мне, получить диплом, чтобы что? Показать родителям? Не знаю, получить уверенность в этом. Я знаю очень много ребят, у меня племянница учится в вузе на математика, то есть там высшие технологии и IT-технологии, то есть все. Ей это интересно, но она все равно приходит и говорит, Юль, возьми меня на какой-нибудь проект, мне очень не нужно вот это творческое начало, мне нужно. И еще один студент пришел ко мне сейчас работать со мной, ассистентом. То есть каждый раз они тоже учатся, они получают образование, но их потребность внутренняя и творческая нереализация требует того, чтобы они на выходные приходили, погружались. Возможно, они будут успешными, потому что они и здесь успешны, и здесь. Потому что что определяет успех? Внутреннее состояние. Безусловно, все у нас, внутреннее состояние, это самый главный постулат. Спасибо большое, Юля, за ваши ответы. А у нас есть вопросы от экспертов. Вот с нами на связи психолог Мария Дмитриевна. Так, давайте мы ее выведем на экран, пожалуйста. Добрый день, Юлия. Я работаю психологом уже более пяти лет, и за это время ко мне обращалось множество людей, которым приходилось вмещать несколько видов деятельности одновременно. На мой взгляд, их самой частой проблемой являлось именно эмоциональное выгорание, которого невозможно избежать в этом случае. Скажите, пожалуйста, сталкивались ли вы с этой проблемой, и если да, то каким образом вы с ней справлялись? Я вот услышала выгорание. Это было эмоциональное? Да, как вы справляетесь с эмоциональным выгоранием? Ну, мы вообще люди творческие. У нас постоянно, мне кажется, качели. Но как продюсер, конечно, я не могу допустить нестабильного эмоционального фона. И как педагог не могу себе позитивить. Ну, такие профессии, которые... Оно случается, конечно, наверное, вот как раз-таки вот это переключение, вот это вот как раз-таки переключение с одной деятельностью на другую, оно и позволяет себе, может быть, прикрыться, что... Абстрагироваться. Ну, как-то, да, переключиться. И знаете, что вот происходит с выгоранием, если у тебя одна профессия? Происходит какое-то непонятное что, и ты такой в каком-то вакууме, и всё, и мир остановился. А когда у тебя есть вторая ступень, ты такой, ладно, эта деятельность у меня сейчас на стопе. Что у нас здесь? Давай-ка я здесь потяжу. А если и там, и там это происходит, вот что делать? Нормально. Ну, если не справляешься, набираешь команду, ассистента, делегируешь ему, помогаешь, и сам себе в этом плане. Если с чем-то не справляешься технически, ответить, ну, как бы есть ряд задач, которые, в принципе, уже могут выполнять люди с твоей командой. На кого-то. Делегировать помощников. Давайте следующий вопрос послушаем. Здравствуйте, меня зовут Павел Федорович. Павелин, я режиссёр и автор документальных фильмов. Когда я работаю с людьми на площадке, то стараюсь каждому конкретно поставить его задачу. Но так бывает иногда, что перед человеком стоит сразу несколько задач. И очень часто бывает, что человек не успевает или забывает сделать это или другое. Как вы справляетесь с этим? Как сделать так, чтобы ничего не забыть и ничего не упустить на съёмочной площадке? Спасибо. Записывать. Делать чек-листы прямо в заметках. Есть такая удобная функция, ставишь только галочки. Просто с утра поставил себе план. Я утром иногда делаю просто чек-лист на день. Отправить, позвонить, напомнить, записать, сходить, забрать, позвонить. И всё, я вечером наглядно смотрю, план выполнен или нет. Или ежедневничек. Ежедневничек, да. Если ребята просто в силу каких-то перегрузов не справляются, соответственно, пересмотреть работу функционалу, поменять ребят, усилить, если может быть он устает. Зачем нагружать одного человека кучей работой? Делать тренинги. У нас на актёрском мастерстве, конечно, за 4 года очень хорошо работали с нами по части многозадачности. Творческие люди многозадачные. Мы же в кадре работаем, мы же чувствуем свет, партнёр там. А ты говоришь, что у тебя много объектов понимания. Когда ты натренировал, это, конечно, очень безусловно. И у нас остался последний вопрос. С нами на связи рекрутер. Давайте послушаем вопрос. Через меня ежедневно проходит огромное количество резюме. И лично я считаю, что человек в свои, предположим, 25 лет, который, пишет, что успел успешно освоить более двух профессий, просто-напросто ничего не умеет. Хотя бы потому, что за такой короткий промежуток времени невозможно в должной степени познать сразу несколько родов деятельности. Поэтому мне интересно, как проходит ваш процесс обучения сразу в нескольких направлениях. Я ещё услышала, между прочим, другой вопрос, что есть момент недоверия со стороны потенциального. Да, вот работодатель, когда он видит, так. Смотрите, во-первых, я за то, чтобы создавать свою аудиторию вокруг. Соответственно, и там работают другие механизмы, там работает ваша репутация. Если вы на одном проекте проявили себя как многозадачный человек, который и написал, и смонтировал, и сумел делегировать, и не нарушил сроки, и прекрасно справился с проектом, сейчас проект называю вообще всё, да, в целом, и программа, и реклама, и сценарий, и рубрики, которые вы наверняка делаете уже. Если вы с этим справились и проявили себя как супергероя, как суперчеловека, соответственно, я уверена, что такой же рекрутер скажет потом, кстати, когда будет запрос, да, кстати, у меня же есть такой человек, а давай я попробую тебя его дать. Ну, то есть себя надо правильно подать, получается. Конечно, конечно. Иногда, да и не иногда, мы, актёры, идём бесплатно сниматься в короткометражках, потому что мы понимаем, что для нас это потенциальная перспектива. Во-первых, познакомиться с режиссёром, потому что сегодня он снимает короткометражный фильм, завтра он снимает полнометражный фильм. Соответственно, возможность попасть на фестивали. Если фестиваль отобрал вашу работу на конкурс, скажем так, у вас есть возможность поехать на фестиваль, как у нас часто это бывает. Вот вы сказали, мы актёры, получается, для себя вы всё-таки в первую очередь актриса. Конечно, конечно. А уже потом продюсеры? Да, у меня... То есть всё-таки есть что-то основное? Конечно, конечно. И вообще слэшеры или как их ещё называют, мультипотенциалы, тоже у них получается что-то основное и... Есть то, куда я хочу, куда я иду, Вот то, куда я иду, и то, куда я хочу прийти. Это разные вещи. Большое спасибо за ваши ответы. А теперь я предлагаю проверить, насколько хорошо вы знаете своих коллег из медиа-индустрии. Сейчас на нашем прекрасном экране будут появляться фотографии ведущих, режиссёров, продюсеров. И наша с вами задача поочерёдно указать, кто из них слэшер, кто гордо носит это звание слэшера. Так, Александр Рева. Давайте я начну. Александр Рева такой яркий у нас персонаж. Конечно же, он... Уже там появился ответ. Конечно же, он слэшер. Да. И актёр, и ведущий, и певец. Давайте дальше. Так. Шоумен. Ну да, и певец. Ну, конечно, слэшер. Конечно. Он и ведущий, и актёр, и сценарист, и продюсер. Так. Ну-ка, давайте посмотрим ответ. Ну-ка, ну-ка. Он тоже слэшер. Да. Шоумен, юморист. Вот сценарист и продюсер. Ультра-человек. Так. Ксения Собчак. Да, конечно. Общественный деятель, политик, журналист, актриса. Она снялась в более чем, по-моему, 10 фильмах. Ещё и работает в Театре нации, как театральная актриса. Ну, давайте проверим. Сто процентов слышат, сто процентов. Писатель. Ольга Бузова. Ну, здесь слышат. Писатель, журналист, ведущий, ведущий ток-шоу. По-моему, и песни сама пишет, и поёт, и продюсирует. Ну, давайте проверим. Она, случайно, ещё не дизайнер одежды. Мне кажется, что, да. Творческие люди, они многогранны. Слэшер, её второе имя. Не только певица и телеведущая, но ещё и актриса, театр, кино и дубляжа. Ближа, вот это. Давайте дальше. Так, посложнее. Тоже творческий человек. Да, ну, однозначно продюсер. У него, что, продюсерский центр. Слышен он или нет? Я думаю, да, он же пишет песню уже большую. Ещё и педагог, по-моему. Он сам поёт ещё. Ну, давайте мы с вами проверим. Так. А вот Максим Падеев, к сожалению, не слэшер. Композитор и продюсер. Да. Назвать его, к сожалению, нельзя слэшером. Но есть потенциал. Так, давайте дальше. Иван Ургант. Да. Кстати, тоже для меня он сначала актёр, потому что он снялся в достаточном количестве фильмов. Видите, ведущий, телеведущий, шоумен. Ну и просто талантливый человек. Да. Певец, да, Гриша. Давайте узнаем, слэшер ли Иван Ургант или нет. Актёр, шоумен, телерадиоведущий, певец, музыкант, компонситор, продюсер и сценарист. Он сценарист, я не знала. Я думаю, что его пишут. Творческие люди, они такие интересные. Сергей Бурунов. Здесь тоже актёр Дубежа. Он начинал свою карьеру. Потом он долгое время работал именно на телевидении, как шоумен частично. Ну давайте-ка узнаем. И актёр. Кто у нас Сергей Бурунов? А вот он у нас не слэшер, известный актёр театра и кино. Я вот назову, что актёр театра и кино и Дубежа, это всё-таки одна специальность. Ну если бы говорить, да, мы не будем сейчас всех в одну. Они все пересекаются. Так, Дмитрий Дебров. Общественный деятель, телеведущий. По-моему, он ещё, не помню. Ну как, присваиваем ли мы ему звание слэшер? Нет? Нет. Мы говорим нет. А вот он слэшер. Ну вот. Дмитрий Дебров наш журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. А вот давайте-ка мы у наших зрителей ещё спросим про следующего гостя. Максим Галкин. Ну-ка, как вы думаете? Слэшер. Вы думаете, что слэшер? Юля, как вы думаете? Слэшер. Слэшер. Так, наш ответ слэшер. Я тоже поддерживаю этот ответ. Сейчас узнаем. Да, безусловно, Максим Галкин у нас артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий. Ну, я бы назвала, что это всё исходное всё равно. Шоумен, телеведущие, это всё, скажем так, они особо-то просто специально что-то не получали. Да, понятно, что одно дело живёшь, работаешь в лайфе, а другое дело работаешь на камеру. Здесь у меня вопрос к Галкину. Ну что ж, Сергей Безруков. Нет. Нет? Нет? Ну-ка, зрители. Да, да. Он боёт ещё. Мнения разделились. Ну-ка, давайте-ка мы проверим. Я знаю, что он художественный руководитель театра в Бубернском. А, вот, Юля у нас зрит в корень. Он у нас стопроцентный слэшер. Сергей Безруков, актёр театра, кино, телевидение. В общем, многогранный человек, певец, пародист и даже рок-музыкант. Вот, представляете, как получается. Ну, это у нас был последний вопрос. Спасибо большое, Юлия. Ну, сегодня мы узнали, что такое слэш-карьера, познакомились с российскими представителями. Если после этого ток-шоу вы решили, что вы всё-таки слэшер, то добро пожаловать в наш клуб. А я напоминаю, что в 4 часа будет погружение в чилл, что происходит с веб-сериалами. Меня зовут Лёля Елизаренко, и это было ток-шоу «Индустриальные среды». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok